Привет! Как многие знают, я очень много читаю различных книг, статей, журналов. И друзья у меня очень часто спрашивают, посоветую что-нибудь, расскажи, что можно почитать. И я решил создать рубрику на своем канале, в которой буду советовать раз в месяц три книги, которые рекомендую к чтению. Разумеется, буду пояснять, почему их стоит прочитать. Итак, что почитать в декабре? Первую книгу, которую хочу вам показать, это номер один от Игоря Мана. Книжка быстро, легко читается, буквально кто-то, может быть, за день ее прочитает, кто-то за несколько дней. То есть, достаточно крупный шрифт и много информации мотивирующего характера. То есть, здесь даны рекомендации, как быть номером один в чем-либо. То есть, в какой-то сфере. Вот, например, вы работаете артистом, как вам стать очень хорошим артистом. Или вы работаете бухгалтером, как вам стать очень хорошим бухгалтером. Об этом в этой книге. Эта книга представляет из себя некую помощь. Как поставить цели, как их добиваться, как более эффективно развиваться, как более эффективно работать и, соответственно, становиться более сильным в своей области, в которой вы работаете. Хорошая книга, почитайте. Следующую книгу мне посоветовал один товарищ, я ее прочитал, в принципе, мне понравилось. Тоже читается очень быстро, буквально за два дня ее можно легко прочитать. Ну, там, или будете ездить, например, в метро или где-нибудь в машине, там, пауза какая-то появилась. Можете почитать. Называется «Как стать богатым, не отказываясь от кредитов». Ну, я знаю, многие сейчас будут смеяться, потому что такая, ну, книжка смешная, там, Киосаки, там, «Думай богатей». Только это Наполеон Хилл, между прочим, написал. Вот, а здесь основная мысль такая, что любые компании крупные, любые богатые люди, они так или иначе когда-то у них были кредиты. Или сейчас есть. У компаний так всегда есть кредиты. И нет смысла отказываться в этих кредитах. Важно правильно использовать заемные средства. Самая главная мысль этой книги заключается в том, что если вы хотите купить какой-то пассив, например, телевизор в кредит, то вам нужно сначала приобрести какой-то актив, который будет приносить в месяц денег столько, сколько вам нужно заплатить за телевизор. То есть, если, например, вам нужно купить, там, для простоты расчетов за 120 тысяч рублей, например, ноутбук, и вы должны будете выплачивать по 10 тысяч в месяц, то вам нужно не покупать его в кредит, а подумать над тем, чтобы, например, купить какой-то актив или создать какой-то актив, который будет приносить 10 тысяч рублей в месяц и на эти заработанные деньги оплачивать взносы за вот этот вот телевизор. И за счет управления этим активом можно выходить в прибыль из этого. То есть, у вас будет и некий актив, который будет приносить маленькую сначала сумму, и будет вот этот вот пассив, который вы купили, телевизор. Ну, интересно почитать просто для того, чтобы подумать, проанализировать свои доходы-расходы, свой финансовый отчет, так скажем. Если вам не жалко 639 рублей, именно за столько я купил, то, в принципе, покупайте. Ну и напоследок, это классика. Многие знают, это «Семь навыков высокоэффективных людей». Это классная книга про то, как вам стать большим лидером в обществе, в семье, про то, как общаться с другими людьми более успешно, органичнее и приятнее для обоих сторон. Вся прелесть этой книги в том, что каждый раз вы его читаете как будто заново, как будто с нуля, вы каждый раз что-то получаете, какой-то новый инсайт, какое-то новое открытие у вас происходит. Потому что тут настолько глубокие вещи и настолько их много, что в один период времени ваш мозг заостряет внимание на одних вещах. В следующий период времени, когда уже ситуация изменилась, у вас работа сменилась, отношения с женой, с друзьями какие-то поменялись, с другими людьми, вы читаете и уже как будто вы новую книгу читаете. Вы совершенно другие вещи находите в этой книге и открываете для себя. Очень классная книга, это как раз в год приблизительно я вообще рекомендую прочитывать. И вот, между прочим, перед началом 2018 года хочу вам порекомендовать прочитать эту книгу, потому что вдохновитесь и сможете поставить какие-то цели на 2018 год. Вот три книжки, которые я советую. Почитайте в декабре. Уверен, что это будет полезно и интересно вам. Пока, подписывайтесь, эта рубрика будет регулярной.